Эфир телеканала Актиз продолжает программа «Местное время» в студии Андрей Иванов. Здравствуйте! И коротко о главных темах выпуска. Обвиняют в подготовке к убийству ребенка. В Иркутске несколько часов длилась спасательная операция. Все подробности в нашем выпуске. Нет дистанционному обучению. В Ангарске началась массовая вакцинация педагогов. Без сна и отдыха пловцы из разных стран совершают заплыв на 120 километров. Начнем с главного. Полицейские, психологи и спасатели. Несколько часов представители всех экстренных служб пытались уговорить мужчину не бросаться с балкона с ребенком на руках. Это произошло накануне в областном центре. Все подробности в материале моих коллег. Улица Советская, 14 этаж. Мужчина вместе с ребенком перелезает через балкон. Так он пытается решить семейные проблемы. У них с женой начался бракоразводный процесс. Прошу прощения от своего родственника, ребенка, которого я люблю. Без него жить не смогу. И жену, которую свою я люблю. А другой-то метод не мог подобрать? Нет, не мог. Не мог другой метод подобрать. Накануне между супругами произошла ссора. После избиения женщина написала заявление в полицию, стоя на карнизе, с ребенком на руках. Он требовал встречи с женой. На кадрах видно, мальчик полностью раздет. На улице идет дождь, и он сильно напуган. Не прыгать в горе отца уговаривали соседи. Психолог МЧС и полицейские. Переговоры из соседней квартиры вели несколько часов. Пытались войти в контакт, однако мужчина не реагировал на просьбы и требования прекратить дальнейшие действия. Демонстративно показывал то, что в любой момент готов спрыгнуть вниз один, либо вместе с ребенком в руках. Спустя три с половиной часа злоумышленник сдался. Он согласился передать сына сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних. Мужчину в сопровождении бойцов спецподразделения доставили в полицию. В следственном управлении возбуждено уголовное дело по факту приготовления к убийству малолетнего ребенка. Лицо задержанное проводится следственное действие. Ребенка, жизнь которого несколько часов была в опасности, отправили в больницу. С ним будут работать медики и психологи. А семью, из чьей квартиры шли переговоры со злоумышленником, полицейские планируют поощрить. Ирина Шавлюк, Местное время. Спикер законодательного собрания региона Александр Ведерников провел рабочую встречу заместителем прокурора Иркутской области Вячеславом Бабенко и старшим помощником прокурора Ольгой Борисовой. Цель – обсудить планы совместной законотворческой деятельности. Напомним, региональная прокуратура имеет право законодательной инициативы в областном парламенте. За последние полгода по предложению ведомства было принято шесть законопроектов, касающихся в частности противодействия коррупции и работы органов местного самоуправления. Представители областной прокуратуры всегда участвуют в парламентских сессиях и заседаниях. Проводится совместная работа по разработке новых законопроектов и поправок. В Ангарске началась активная прививочная кампания среди работников образования. Привить максимальное количество педагогов поручил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Это необходимо для того, чтобы обезопасить детей от распространения инфекции. Вакцинация от коронавируса в Иркутской области началась примерно полгода назад. Однако до недавних пор количество желающих привиться зачастую бежало впереди имеющихся доз вакцины. Сейчас проблемы со снабжением возникают все реже. Только Ангарская больница скорой медицинской помощи способна колоть спутником до 500 пациентов в день. Появилась возможность прививать большие коллективы. Активность, мы видим, высокая. Приходят даже из других районов города, проживающие, которые даже не на нашей территории, ищут наши машины. Ну и вот организованные коллективы, я считаю, абсолютно правильно, хорошая такая тактика, позиция. Сегодня в лицее номер один прививают педагогов из пяти учебных заведений. Некоторые привели с собой членов семьи. После короткого медосмотра на наличие противопоказаний врачи вбивают учетные данные и ставят укол. Процесс занимает не более пяти минут. Дополнительным стимулом для педагогов является и то, что из-за непрекращающейся эпидемии им снова придется работать в дистанционном режиме. Обучать детей через мессенджеры, похоже, не хочет никто. Мы уже год были в дистанции. Это не самый лучший вариант. Это сразу падает дисциплина, ответственность, успеваемость, качество. Все падает. Поэтому, естественно, мы все заинтересованы начать с 1 сентября в очном режиме. И не в две смены, как раньше, а в одну, как мы всегда обучались. Коллективный иммунитет у педагогов важен в свете участившихся случаев заболевания среди детей. А прививать школьников имеющимися в распоряжении вакцинами пока запрещено. Исследование эффективности спутника среди этой возрастной группы было запланировано на июль. А вот его безопасность для людей старше 18-ти, напомним, была подтверждена еще в прошлом году. Результаты исследований опубликованы в авторитетных научных изданиях. На сегодняшний день, по данным Министерства образования региона, вакцину от коронавируса поставили лишь 40% педагогов. К началу учебного года планируют привить еще как минимум столько же. Александр Вычков, Владимир Селиванов. Местное время. Продолжаем выпуск. Сильные дожди и грозы обрушились на Иркутскую область. В Ангарске осадки продолжались почти 12 часов. На улицах появились огромные лужи. Местами движение было затруднено. Ликвидацией последствий занимались местные коммунальные службы. В социальных сетях появились весьма забавные видеоролики. Местные жители, вооружившись масками и ластами, гуляли по лужам. Тему продолжит Елена Шелик. Осадки. Этим летом их слишком много. Как следствие, затопленные дороги и пешеходные переходы. Картина привычная уже для многих. Из-за обильных дождей ливневки не справляются с нагрузкой. Практически каждый раз на помощь приходят сотрудники водоканала. Мы устраняем практически аварийную ситуацию. По всему городу вышли в 22 часа. Два мобильных звена откачивают вот здесь, откачивают другие участки. Утром собрали у меня полностью. Участок сетей перешел в круглосуточный режим. Создали семь звеньев. И ездим, спасаем город, откачиваем город. Одно из проблемных мест города – улица Рыночная. Этот дорожный отрезок становится героем социальных сетей каждую непогоду. А у кого-то – даже объектом для шуток. Это ангар, детка. Всего таких участков в городе семь. Огромные лужи – препятствия и для водителей, и для пешеходов. Их вся террас пытаются окатить водой, проезжающие мимо машины. К примеру, жители 17-го микрорайона переживают за состояние дороги на улице Социалистическая. Едти по переходу невозможно. Но машины, конечно, проезжают. Раньше здесь тоже, когда были деревья, у нас не заливало вот этот угол. Как отмечают метеорологи, это лето станет одним из самых дождливых за последние несколько лет. Только за май и июнь выпало пять климатических норм осадков. В июне две климатических нормы. Ну вот в июле уже за полмесяца выпала климатическая норма. Если сравнивать с прошлым годом, то в прошлом году осадков, наверное, было в два раза меньше, если не в три. То есть там где-то в пределах нормы каждый месяц осадки были. Однако ненасти не будет затяжным. Дожди прекратятся, и уже завтра в город придет жара. Синоптики обещают до 30 градусов. Елена Шелик, Владимир Селиванов. Местное время. Жительницу Ангарского округа поздравили со 100-летним юбилеем. В гости к юбилярши с цветами и подарками приехали представители мэрии. Анна Николаевна Чернигова начала работать с 17 лет. Трудилась поваром на Иркутском авиазаводе. В военное время помогала ухаживать за ранеными в госпитале. Это гордость наша. Все-таки это уникальные люди, кто все-таки сто лет, когда осознаешь... Очень, очень, очень я благодарна, очень. Спасибо, дорогая. Спасибо, дорогая. Здоровья. Вам много. Свой юбилей женщина отметила в большом семейном кругу. Анна Николаевна воспитала троих детей. Сейчас у нее шесть внуков и девять правнуков. Восемь пловцов из разных стран мира пытаются преодолеть сложнейшую дистанцию на озере Байкал. Общая протяженность эстафетного заплыва – 120 километров. Он стартовал в селе Выдрино. Ориентировочное время прохождения дистанции – 30 часов. Без сна и отдыха. Маршрут «Байкал Грид Суим» является одним из самых сложных в мире. Температура воды – 5 градусов. Финиш должен состояться в Иркутске, в заливе Якоби. Льготные перевозки по садоводческим маршрутам могут приостановить с 1 августа. Об этом сообщает гендиректор автоколонны «1948» Сергей Шарков. По его словам, сейчас транспортные компании делают все возможное для того, чтобы сохранить льготы на 12-ти дачных маршрутах. Ранее предприятиям пришлось сократить количество рейсов в связи с экономическими трудностями. Вернется ли общественный транспорт к нормальному режиму работы – узнаете из программы «Актуальное интервью», которая выйдет в эфир сразу после выпуска новостей. А в четверг, 15 июля в 19.10 смотрите новый выпуск программы «В центре внимания». В Иркутской области в полную силу заработает закон о тишине. Депутат Ангарской думы добился того, чтобы нарушители спокойствия отвечали перед полицией. Теперь договориться с шумными соседями удастся быстро. В центре внимания также оказался проект «Дворы без ям» и ремонт школьных стадионов. В какие районы техника зайдет в первую очередь – узнаете в программе. А это были все новости на сегодня. Напоминаю, картина дня доступна на нашем сайте и у адрес actistv.ru и на странице в Instagram. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Увидимся на телеканале «Актиз». Субтитры создавал DimaTorzok